Как найти свою нишу, правильно подготовить социальный проект, чтобы получить грант и сделать доброе дело? Именно этому учили ульяновские некоммерческие организации на методическом семинаре Фонда президентских грантов. Самое главное, чтобы заявитель мог объяснить, какие положительные изменения у людей произойдут благодаря реализации проекта. Естественно, мы поддерживаем не просто идеи, а проработанные проекты, готовые к реализации. Важно, чтобы в случае выделения гранта заявитель четко знал, что он будет делать, а не просто думал, где взять команду. Команда уже должна быть, должен быть готовый бюджет с мета, должен быть календарный план с хорошо подробно описанными мероприятиями. Представитель Фонда приехал в регион по приглашению губернатора Алексея Русских. По словам Иннокентия Дементьева, подобный семинар в Ульяновской области проходил два года назад. И за это время заметно изменилось качество заявок в лучшую сторону. Зам. директора фонда особо отметил активность Ассоциации ТОС. Именно при поддержке Фонда президентских грантов в регионе было реализовано огромное количество проектов территориальных самоуправлений. Общий объем средств, полученных НКО Ульяновской области от Фонда президентских грантов в 2023 году на реализацию 58 проектов, составил почти 63 миллиона рублей. По аналитике, которую мы делаем, самое популярное направление – это социальная поддержка, социальное обслуживание граждан. На это подается наибольшее количество заявок и, соответственно, большее количество победителей в этом направлении. Много стало проектов в направлении сохранения исторической памяти и тоже там больше большое количество победителей. Дарья Фомина и ее коллеги готовят очередной проект, посвященный юбилейной дате поэта Александра Пушкина, чье имя тесно связано с Симбирской губернией. По словам сотрудника музея, семинар поможет доработать проект и повысить его выигрышность в конкурсе и эффективность его реализации в дальнейшем. Всегда нужно возвращаться к тому, зачем нужно это человеку и жителям Ульяновской области. Не нам, как профессиональному сообществу, работнику музея, а вот именно людям. И сложно иногда переформатировать, перевернуть свой образ мышления, поставить себя на место потребителя. Наверное, вот это обычно самое сложное. В настоящее время идет прием проектов на первый конкурс фонда президентских грантов 2024 года. Подать заявку можно до 16 октября. Подведение итогов запланировано на 15 января. А реализация проектов начнется с 1 февраля 2024 года.